Это наводит на мысль, что, типа, когда ты занимаешься не тем, то энергия денежная и ничего в твою сторону не поворачивать, как бы ты ни пахтел. Вот сколько зарабатывают барберы, начинающие, средние и так далее. Пострижечный трип. Слушай, а почему ты перестал шить кошельки? Ар, это лучший твой август московский. Самый. Самый. Хобби, которое приносит бабки. Вот так вот можно. И зацени, короче, стилек. Зацени стилек. Эта пломба, она означает, что у нас, ну, короче, все украшения проверяются. И если стоит эта пломба, значит, украшение раз, наше, два, оно технически исправно. Приезжай ко мне в Топган, я тебе сделаю крутую стрижечку. Я тебе сказал то, что меня стрижет уже давно Галина и Тамара. Стрижешь ты, блядь, кайф получаешь, а так ты работаешь. Тебе? От нашего бренда Хэллоуэдсмю. Что там, я не знаю. И он говорит, есть такой один нюанс. Я говорю, какой? Ты конди у нас не работаешь. Ты относительно недавно, там, пятый раз переехал. Сейчас нас очень любим. И хотим, чтобы ты был счастливый, как и мы с Леной. Давай сделаю так, сердечко. Опа. Все, класс. Давай еще раз кулачок. Надеюсь, короче, эти украшения тебе принесут удачу. И, как я сказал, Яшма, она помогает крепко стоять на ногах. И, короче, у тебя все получится. У тебя так все получается. Вот, но у тебя все получится стопудово. А кто просто думает сейчас, делать или не делать, наверное, ответ один, однозначно делать. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, привет. Ну что, у нас новый выпуск. Новый выпуск сегодня необычный. Он про человека, с которым я знаком уже больше 15 лет. Мы сейчас ждем наше таксо на Савеловской. Этот выпуск будет у нас из барбершопа Top Gun. Выпуск про моего товарища, друга. Когда-то был моим коллегой. Даже про Арама, который расскажет про то, как он попал в Top Gun. Про вообще свой путь. Про то, сколько раз он покорял Москву. Он очень много раз, и не с первого раза все получилось. Этот выпуск для меня важен не только потому, что он про моего друга, но еще про человеческую, как бы это сказать, про человеческие цели. Когда вот он много раз приезжал, там, кем он только здесь не работал. У него сегодня это все расспросим. Я с ним давно уже не виделся. Сам не знаю, как он, что он. Вот. И, собственно, мы созвонились, договорились. Я говорю, давай мы запилим про тебя выпуск. Ты расскажешь, что ты как-то. Что ты поделишься своими эмоциями. Работая в Top Gun, расскажешь, сколько раз ты вообще сюда приезжал, и сколько попыток делал ради того, чтобы как бы найти себя, найти свою цель. Поэтому классный выпуск. Не переключайтесь. И понеслась. Короче, Ревзи, это Ара, мы сейчас идем, короче, там 15 минут кофе, и он говорит, есть такой один нюанс. Я говорю, какой? Такандия у нас не работает. Я говорю, Ара будет ждать выпуск, короче, позитивный, а в итоге скажется, выпуск выходит, в итоге будет выпуск не очень, короче, позитивный. Типа, ладно. Ара, это лучший твой август московский? Самый. Самый. Слушай, у тебя были хуже. Я перед началом выпуска сказал, что ты, ну, честный будем, да, и выпуск будет честный. Типа, не с первого раза удалось покорить, ну, как есть, да? Типа, чем-то. Типа, чем-то. Ну, че, ребятки, Артед там находишься? Бумажный проезд 4. Топ-кан. Бумажный проезд 4. Sof and off, если что. Будет вам ирокезик, а не только. Я надеюсь, к этому времени будет кресло. Будет это то массажная работа, джестов и массажирова, да, как бы? Скандеем, ну, скандеем, ладно. Ради такой стрижки можно посидеть. Так, ну что, ребятки, вот Артед запилил, короче, вот такую вот причесочку. Я обязательно подсниму и покажу процесс. Вот. Прическу от Тамары он не испортил, все нормально. Короче, у меня вот такой обновленный, я не знаю, как это, ирокезик. Сейчас он с Джесс идем. Джесс, кстати, по 20 минут в этом, в кресле Юмагучи помассажировалась. Кресло ее помассажировало. Вот. Поэтому все прикольненько. Можно заходить к Араму и стричься, если кто-то здесь. И массажироваться. Стричься и массажироваться. Ему огромное спасибо за стрижку и за то, что, собственно, он рассказал свою историю. Честную историю, да, не, как бы, не гладкую нифига, да, когда чувак приезжал, шил портмоне, потом там какую-то пленку делал, потом, типа, что он еще там делал, готовил, потом еще, типа, там, поваром, не поваром там работал. Сколько он, пять месяцев, получается, пять или шесть, ну, типа, шесть месяцев, да, там, в Топгане работает, а до этого три года, как бы, стриг для себя. И вот этот момент, который мы себя часто задаем, а тем я занимаюсь или нет, то ли, то ли мое или нет. Он пришел к тому, что, да, ему нравится стричь, три года он, стрижка была, как, как доп. доход. В итоге приросла в основную работу. И я могу сказать, что Арам не из богатой семьи, как и я, собственно, как и Лена. Он просто идет в своей цели, падает, не получается, встает, падает, не получается, встает, падает, потом снова встает, и обязательно, когда ты повторяешь вот эти действия, да, не сдаешься, то у тебя результат, которого ты можешь добиться, он ближе и ближе, ближе и ближе становится, вот. Поэтому Аре огромное спасибо, я надеюсь, ему в выпуске этот понравится. А кто просто думает сейчас, делать или не делать, наверное, ответ один, однозначно делать. Спасибо за просмотр!